привет всем мне очень много задают таких вопросов как сформировать орхидею чтобы она цвела дугой сейчас я вам подробно показывать буду вот у меня орхидея я купила дугу уже в готовом виде цветочном магазине и сформировала дугой аркой цветонос как я формировалась сейчас я расскажу вот вставила для начала арку потом цветонос рос рос вот как в этом случае и его все время нужно поворачивать для этого в данном случае нужно для начала обрезать старый цветонос беру секатор сейчас обрежу перекись водорода обработаем и протру салфеточкой можно ваткой чем угодно и отрежем старый цветонос у основания так как он больше цвести не будет засох сам полностью теперь будем формировать новый цветонос дугой для этого я взяла две палочки приблизительно одинакового размера величины теперь беру проволочку изгибаю проволочку дугой и между собой закрепляю проволочку он такой заколочкой при щепочкой дугу делаю такой формы как мне нравится допустим вот так например а затем я куплю готовую дугу и вставлю в эти же места а для начала пойдет формировка вот у меня рост цветонос я его все время фиксировала при щепочкой выше 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 и теперь он у меня пошел в сторону он уже конечно немножко много больше нормы пошел он плохо будет изгибаться я могу его поломать но надо его вот так выравнивать и фиксировать и он будет подниматься потом выше следующий когда он отрастет дальше фиксируем и потом когда пойдет время на дугу переходить вот как в данном случае в этом большом растении это у меня пошел отросток от основного цветоноса она пустила разветвление так как этот цветонос уже процвел это такое было зрелище красиво все цветочки процвели на конце еще будет цветочек и вот он начал пускать ногу для того чтобы в этом месте он поворачивался мне нужно прикрепить эту этот цветоносик к самой дуге вот таким зажимчиком я сделать не смогу нужно взять проволочку такая гибкая проволочка это орхидейки обычно крепятся и взять вот так кончика цветоноса зацепить и зацепить проволочкой и зажать вот так и он так привыкнет потом ближе зажму отрастет дальше еще буду зажимать и таким образом я поворачиваю свой цветонос смотреть в трех местах я уже повернула здесь надо было чуть-чуть повернуть был бы плавный переход а так я не зажала вовремя и он резко повернулся но будет тоже очень красиво и когда она зацветет белоснежные цветы будут 10 сантиметров в диаметре это такая красота я вам ставлю фотографию на первую заставку и вы посмотрите какая-то будет красота не необыкновенное зрелище вот так я формирую арку кому интересно попробуйте тоже получится ничего сложного интересная новая цветочная композиция получится и второй очень важный вопрос меня спрашивают очень часто многие зрители чем я поливаю свои цветы чтобы не хорошо себя чувствовали цвели почти постоянно но открою свой секрет я беру на литр воды когда у меня нет никаких удобрений нет стимулятора роста ничего у меня нет в данный момент но у меня есть близко аптека я иду в аптеку покупаю витаминки b12 беру одну ампулу красненького цвета они недорого стоят это недорогие витамины красненького цвета здесь один миллилитр и и выливаю эту витаминку в литр воды этим растворчиком можно заменить удобрения еще и делаю коктейль коктейль я сделаю следующий раз потому что мне сейчас коктейль не нужен вам покажу в следующий раз коктейль из витаминов витамины группы b они очень полезны для людей а то что полезно для людей для растений тоже полезно оно улучшает обменные процессы растения лучше цветет лучше впитывает в себя витамины влагу в общем очень много хороших результатов и я своим коктейлем стараюсь данный случай не коктейлем данный случай витамином b12 я поливаю когда у меня нет никаких удобрений но за месяц раза два я точно поливаю витамином b12 вот моя орхидейка это коода она вот просмотрим листиков молодых не пускает вот этот трос до этого уровня на следующий раз посмотреть новый не пускает посмотрим за сколько времени она начнет растить новый листик я ее не поливала еще витамином b12 корни у нее такие средненькие приступим беру кашпо ставлю колоду и лью витамин на свою колодочку полный горшочек она постоит у меня минут 15 напитается воды видите полное налила кора напитается там у нее торфяного стаканчика нет поэтому я смело налила полный если бы я ее не пересаживала был бы торфяная бомбочка как говорится внутри тогда бы я налила вот столечко так 20 минут надо подождать чтобы она купила когда заливала свое растение в пазухи листика вот в эти места попала вода ее обязательно нужно удалить салфеточкой иначе пойдет загнивание вот так промокнуть чтобы эти места всегда были сухие если капелька воды остается пойдет загнивание и орхидейка может пропасть даже если вы купаете свое растение тоже обязательно вытирать нужно пазухи вот видите салфеточка мокренькая сейчас с другой стороны возьму сухим сухой стороной салфеточки еще протру и этот листик сюда вообще ни в коем случае чтобы не попало точка роста загниет и растение цвести не будет и продолжать свой рост тоже не будет она будет давать только детки пока есть точка роста с растением все в порядке так ждем 20 минут все прошло 20 минут растение можно сливать корень позеленел теперь его стало хорошо видно и посмотрим через какое время покажет себя моя коода как она пойдет в рост вот этот который я делала аркой свою орхидейку это азиатская орхидейка тоже залила и моментально ну и начал зеленеть корень тут корни хорошие в этой орхидейке не бойтесь этим раствором то есть добавлением витамина b12 я поливаю все цветы и орхидейки и фиалочки они очень хорошо растут этим раствором корень не обожгем а витаминоза то есть переизбытка витамина не будет так что смело поливайте свои растения витамином b12 а в сочетании витаминов какие витамины с чем сочетаются то есть витамины коктейль я вам покажу в следующем видео а данное видео было про витамин b12 его очень много идет посмотрите 10 ампул недорогое сколько у нас оно на украине оно стоит 15 гривен 45 это недорого он в некоторой степени заменяет те препараты которые продаются в государственной в государственных магазинах удобрения если у вас нет этих удобрений можно спокойно обойтись на некоторое время витамином b12 спасибо за внимание до свидания ждите новых видео всем красивого цветения